Большинство постояльцев дома-интерната в Онеге – местные жители. То, что из этого здания нужно выезжать, согласны все. Насчет переезда в другой район мнения разделились. Нормально. Все условия у нас. Телевизор. Смотрим. Столовая рядом. Ходим. Ваня моют. Но хочется переезжать отсюда? Нет. А почему? Ну, мы привыкли здесь. Вы понимаете, столько лет живем, мы как-то уже все сдружились. В этом году жарко. А были годы, что бабушки сидели в рукавичках? После того, как сказали, что наш дом будут расформировать и нас всех отсюда увезут, девочки-санитарочки стали работать спустя рукава. А кормят как? А кормят. Желало бы, конечно, быть лучше. Вот вчера, допустим, была латка вечером. Латка и винегрет. Можно есть ни то, ни другое. Вы хотите сказать, что закрывать интернат с удовольствием мы едем. Здесь тесно, тесно. Деревянное здание интерната старое. Фундамент сгнил на 60%. Полы ходят волнами. Но самое главное – обеспечить пожарную безопасность в нем сегодня уже невозможно. Поэтому решение о расселении и закрытии Онежского дома-интерната принято. Квалифицированного персонала у нас здесь, можно сказать, мало. В основном обслуживающий персонал – это неквалифицированный. Квалифицированные – это медики. Медики, я скажу так, они себе работу найдут, себе здесь трудоустроятся очень быстро. Это не проблема – трудоустроить медиков. Проблема трудоустроить наших санитарочек, работников прачечной, буфета. Тут будут проблемы, конечно, с трудоустройством. А подопечных Онежского интерната ждет переезд в Архангельскую Сокогорку в Центр Забота.